Длиннохвостая и неясыть – разновидность сов, которые обитают в европейской части России, в районе Волги и в далёкой Сибири. В дикой природе этот вид живёт в смешанных лесах рядом с большими полянами. Двухлетнему Филе пришлось однажды познакомиться с миром людей. Его нашли в центре города беспомощным и раненым. Взять на себя ответственность за жизнь этого ночного хищника отважился Дмитрий Гурин. Издавна сова считается символом мудрости. Этот лесной хищник обладает огромной силой и природной ловкостью. Вот такое уникальное и необычное создание поселилось в квартире Саровчан. Сегодня Филе с лёгкостью идёт на контакт с хозяевами, не боится садиться на руку и даже пытается уживаться с другими домашними питомцами. Однако к чужим привыкает постепенно и иногда даже может распушить перья, что по-савиному означает реакцию самообороны. Когда он был больной, ему было всё равно, что там с ним происходит, как он это. Он не реагировал никак. Его приходилось выхаживать. Кормить заставляли его, открывали рот, заталкивали, потому что он сам уже не ел. Но был истощён сильно. Но чётко следуя советам ветеринаров и специалистов-орнитологов, птицу удалось поставить на ноги. Сегодня Филе, как и сородичи, продолжает вести преимущественно ночной образ жизни. Приём пищи чаще всего также приходится на тёмное время суток. Дмитрий рассказывает, что комфортнее Филе чувствует себя на свежем воздухе. Однако после полутора лет жизни в неволе Филя утратил навык охоты на добычу. Обычно он спокойный. По ночам начинает летать, ёрзать, иногда кричит. Ещё приспособился кричать, когда хочет есть. То есть просит уже еды. Выгуливать Филю хозяева стараются в безлюдных местах, подальше от шумных дорог и чрезмерного внимания прохожих. За полтора года Дмитрий привык к новому пернатому другу и считает его полноправным членом семьи. Однако он всегда старается помнить, что главное для животного, родившегося на воле – это свобода. Оставить мо хотелось бы, но всё-таки это, так как дикая птица, это будет уже он решать, потому что гуляем без этого, без привязи, без всего. Мы в ответе за тех, кого приручили, гласят строки из произведений мировой классики. Неравнодушные соровчане не дали птице погибнуть и смогли выходить её в домашних условиях. Останется ли новый испечённый пернатый друг среди людей или предпочтёт свободу – решит природа.